Минувшие выходные вечер пятницы, ставшие самыми холодными днями в выходящем в 2022 году в Свердловской области, были ознаменованы повышенным травматизмом пешеходов в дорожных инцидентах. Так, вечером 25 ноября в районе рудника имени Третьего интернационала в Нижнем Тагиле, 43-летний водитель автобуса 34 маршрута врезался в стоящий в парковочном кармане у частного дома Ниссан Ноут и сбил 40-летнюю водительницу этого авто, усаживавшую в машину своих детей. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель автобуса ПАС, мужчина 1979 года рождения, при движении с улицы Ульяновская по улице Перова допустил наезд в настоящее транспортное средство, в результате чего пострадала женщина-пешеход 1982 года рождения. Женщина с травмами различной степени тяжести сотрудниками медицинской помощи доставлена в медицинскую организацию. По словам очевидцев, у детей женщины, одного из которых она в момент удара уже успела посадить в машину, а второй ждал своей очереди стоя у дома, вид матери, поднявшейся из канавы с окровавленным лицом, вызвал приступ плачи. К счастью, физически дети, в отличие от матери, не пострадали. Не пострадали и семеро человек пассажиров автобуса. Похожая, но закончившаяся трагедия авария произошла и днем позже, 26 ноября, в Рижевском районе, где 33-летняя водительница Audi Q5 насмерть сбила пассажирку Мазды, остановившейся на обочине. 26 ноября, в 17.50, на 88-м километре автомобильной дороги Невьянск-Решертемовский, Килычевск, водитель автомобиля Audi допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части, без цели ее перехода. В итоге чего пешеход от полученных травм сначала с на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Сидевшая за рулем Audi, Екатерин Бурженко пояснила, что двигалась по дороге со скоростью не превышающей 90 км в час, с ближним светом, фар и включенными противотуманками. Она видела стоявшую на обочине на аварийках Мазду, притормозила, а вот вышедшую из этой машины женщину не заметила. Как установлено позже сотрудниками ДПС, пешеход находился в темной одежде, без световозвращающих элементов. Еще один уральский водитель, совершивший наезд на 16-летнюю пешеходку, объяснил свой поступок тем, что был ослеплен солнцем. 27 ноября 2022 года в районе 12 часов произошло дружно-транспортное происшествие по адресу город Северо-Уральск, Рубышева, 35. Водитель автомобиля ВАЗ-21074 не обеспечил безопасную скорость. В это время переходили слева направо по отношению к движению транспортному средству в проезжую часть два пешехода. Девочка 16 лет и девочка 9 лет. В результате транспортного происшествия девочка 16 лет получила травмы, доставлено в Северо-Уральскую центральную городскую больницу. 22-летний рулевой «Жигулей» пожаловался гаишникам, что низкое полуденное северное солнце и дымка от многочисленных печных труб заслонили от него пешеходов на переходе. Однако инспектора полагают, что при соблюдении скоростного режима виновник аварии имел все возможности предотвратить наезд на пешеходов, даже если заметил их поздно.